Так, это небольшой планчик для того, как интерпретировать большой расклад Ленорман как расклад на судьбу. Начну с того, что бывают расклады сложные, бывают не очень. Точно так же, как и у людей, бывают судьбы простые и очень запутанные. То есть, чем проще судьба у человека, тем легче читается такой расклад. А если с чтением, да, господи, еле выговорила это слово, с чтением расклада получаются какие-то трудности, и он вам кажется очень запутанным, каким-то таким мудреным, ничего не понятно, то, соответственно, вот такая и судьба у человека запутанная, мудреная, непонятная. То есть, много очень всяких разных перипетий в жизни этого человека. И это, естественно, отражается в раскладе вот таким вот путанным манером, да, путанной манерой. Что ж, ну теперь перейдем к самим позициям расклада, как их анализировать и какую информацию вообще можно извлечь. Начнем мы с первой карты. Вообще скажу сразу, что первые четыре карты нам показывают анализ личности человека в разных его ипостасях. Начиная от того, как мы, как человек демонстрирует себя для внешнего мира, для окружающих и посторонних его людей, то есть неблизких, знакомых, да, до того, как его воспринимают самые близкие люди, какой он дома человек. Вот часто бывает, что на людях человек один, да, и мы его воспринимаем, допустим, так, а домой он приходит, и он совершенно другой человек дома. И его близкие его знают совершенно другим человеком. И если мы встретимся с его близкими и будем говорить, что вот, он такой-то, 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 то близкие на нас посмотрят вот такими округленными от удивления глазами, скажут, не может быть, он совершенно другой человек. Вот такое часто бывает, когда, допустим, где-то в коллективе на работе человек серая мышка, да, там, покладистый, не может сказать нет, не может никому отказать, а дома тиранит всю семью, да. Вот, и наоборот. Бывает так, что на работе тиран, жуткий, страшный начальник, которого все боятся и разбегаются по разным углам, когда видят, что он не в духе, а дома он подкаблучник, и все близкие им помыкают. Вот такое вполне может быть, и это сразу видно по первым четырем картам. Итак, первая карта, она соответствует позиции всадника, да, то есть первая карта для норман, это всадник. Соответственно, первая карта, это первый дом, это дом всадника. И вот карта, угодившая в этот дом, нам показывает то, каким перед нами предстает человек. То есть какой он образ создает для незнакомых и малознакомых людей, то есть для внешнего окружения. Другими словами, это первое впечатление, которое он производит на других людей. Также эта карта может вам рассказать о том, какой тип нервной системы у человека, да, какой темперамент, то ли он холерик, то ли он флегматик, то ли он человек-сангвиник, или же вообще меланхолик. Также эти карты, эта карта покажет вам, какой тип мышления у человека, о чем он думает вообще, как он думает. Может быть, он философ, да, может быть, он материалист, и так далее. Вот такие вот моменты все, они видны по самой первой карте. Это, в общем-то, можно сказать, что это темперамент человека, да, его образ, который он выставляет для окружающих его людей, но не близких людей, а вообще для всех. То есть какое первое впечатление он производит. и какой, в общем-то, у него тип мышления. Далее мы смотрим вторую карту. А вторая карта – это дом клевера. И эта карта нам расскажет о том, насколько человек прост в общении. То есть первая карта – это первое впечатление о человеке, а вторая карта – насколько с ним приятно общаться. От этого, кстати, и зависит его удачливость в жизни. Чем более приятный в общении человек, тем более к нему благосклонны окружающие люди, да. Соответственно, вот такая вот удачливость показана в этой позиции расклада. Более того, эта карта не только о удачливости и общении, но и это карта того, насколько человек умен. Но тут, скорее всего, речь идет не об интеллекте, а о сообразительности. То есть насколько этот человек смышленый, насколько он сообразительный. Вот есть такое хорошее слово – смекалка. Вот насколько он смекалистый, да. Насколько быстро он способен реагировать на какие-то вот факторы окружающей среды и ловить удачу на лету, да. Вот так скажем. Третья карта обычно говорит о том, насколько человек легок на подъем. То есть третья карта – это дом корабля. А корабль у нас отвечает за всякого рода поездки, особенно дальние, за транспорт, за подвижность, за лоббильность этого человека. А также корабль у нас еще означает успешность в бизнесе, способность следовать к своей цели определенно заданным курсом изначально. То есть эта карта нам говорит, насколько человек целеустремленный в жизни, насколько он подвижный в том плане, что вот он легкий на подъем. Вот поставили перед ним задачу, он тут же стал что-то делать, да. Или наоборот, думает, работа не волк, в лес не убежит, я на диванчике полежу, да. То есть вот такие моменты раскрываются по этой карте, по третьей. Также эта карта покажет, насколько человек любит путешествовать, познавать других людей, другие культуры, насколько он психологически хорошо подкован, да, и тому подобные вещи. Четвертая карта, это вот карта, соответствующая в Ленорман карте дом. И, соответственно, карта, попавшая в этот дом, будет показывать, каким человека видят его самые близкие люди, родные и семья. То есть какой он человек в своем доме для самого близкого окружения. Как он относится вообще к семье, к дому, к родным, к своим домочадцам, да. Вот таким образом, по первым четырем картам, мы уже можем сделать небольшой анализ личности человека. То есть увидеть его темперамент, тип мышления, и какое впечатление он производит на людей, насколько приятно с ним общаться, насколько он удачлив в жизни, насколько он сообразителен и умен, насколько он подвижен и целеустремлен в этой жизни, насколько он способен достигать каких-то целей, поставленных перед собой. Или же он больше предпочитает где-то там отсиживаться в углу или отлюживаться на диване с бутылкой пива, глядя в телевизор. То есть, ну вот, и, наконец, четвертая карта указывает нам на то, какой он в доме у себя, в своей семье, и каким его видят его домочадцы. Дальше идет пятая карта. Пятая карта – это дом-дерево. Дерево у нас обычно отвечает за здоровье, точнее, жизненную силу человека. То есть, карта, попавшая в пятый дом, в пятую позицию этого расклада, нам скажет о том, насколько сильный этот человек в плане физическом, в плане здоровья. Но тут не буду очень подробно останавливаться, я думаю, идея вам понятна. Следующая карта – это дом, который соответствует карте тучи. А тучи – это, вот знаете, всякие такие моменты неопределенности, непонятности, мистики какой-то, слез, может быть, нагнетений, обстановки и так далее. И вот карта, попавшая в этот дом, нам покажет, как человек относится к вот таким вот моментам жизни, когда хочется плакать, рыдать, когда совершенно ничего не понятно. То есть, как он относится к ситуациям неопределенности своего положения. Ну вот, например, есть женщины, ну или мужчины, да, которые начинают очень сильно нервничать, в моменты, когда не знают, что их ждет впереди. Ну вот, допустим, завтра какой-то экзамен, да, и вы не знаете еще, как для вас этот экзамен завершится. То ли вы получите пятерку и там самый высший балл, если речь идет о тестах, и пройдете дальше, да, там будете радоваться и тому подобное. Или же вас ждет полный провал, двойка там, я не знаю, неот какую-нибудь и так далее. И это полная фиаско. И вы вот в этой ситуации невесомости находитесь. Как вы будете реагировать на вот эту неопределенность и неоднозначность вашего будущего? Вот есть люди, которые нервничают, очень сильно переживают, там пьют таблетки и все такое прочее. А есть люди, которые там идут на крышу или влазят в окно, показывают зачетку и кричат, шара, приди, да, и надеются на то, что, а, прокатит как-нибудь. И спят себе спокойно, и плевали они на всякие экзамены в своей жизни. И вот такие ситуации неопределенности, их вообще не колышат. Ну, неопределенность, ну, подумаешь, завтра будет видно, да? Несмертельно, как говорится. Вот. Дальше идет седьмая карта. А седьмая карта соответствует дому змеи. Змея вообще очень неоднозначный символ. Он и позитивные несет какие-то качества, и негативные качества тоже включает в себя. И вот тут нужно, конечно же, подходить очень комплексно к раскладу и рассматривать все направления этого символа змеи. Потому как расклады женщин и расклады мужчин в данном случае будут отличаться. Поскольку для женщин змея может означать наличие врагов и соперниц, в то время как для мужчины может означать его сексуальность. В прямом смысле этого слова, да? То есть и речь идет о потенции и подобных вещах. Далее. Змея может означать мудрость человека, насколько он мудрый, насколько он склонен ко всякого рода оккультным наукам, да? Там, я не знаю, к эзотерике, к гаданиям, к непознанному, к тайнам. А также змея имеет отношение к ядам, химикатам и медикаментам. То есть вот эти моменты все мы должны как-то разграничивать и делать анализ, учитывая все возможные варианты трактовки этого символа. Но начинать мы будем с того, что будем смотреть, насколько человек мудр и эзотеричен, да? Насколько для него важна вот эта всякая мистика, эзотерика и оккультная сфера жизни, да? Так назовем. Дальше мы уже смотрим, насколько это сексуальный мужчина или насколько эта женщина относится к своим соперницам. Понятно, да? То есть тут вот такие вот разные направления идут трактовки этого символа. Этот еще символ говорит об экзотике, то есть как человек относится к экзотическим каким-то явлениям в жизни, как он их воспринимает. Потому что есть люди, которые любят экзотику, есть люди, которые ее ненавидят или боятся. Это также дом вот каких-то таких вот опасностей и столкновения со всякого рода отравлениями, ядами, медикаментами, то есть аллергии могут быть по этому дому. То есть смотрим очень внимательно на эту карту, попавшую в седьмую позицию расклада. То есть тут придется попотеть в трактовках. Восьмая карта. Восьмая карта соответствует у нас карте гроб. Гроб это у нас такой вот символ конца. Ну и в раскладе на судьбу уж, коль идет речь о судьбе, эта позиция расклада будет говорить о конце жизни. То есть буквально о том, каким образом человек угодит в гроб. Ну тут смотрите сами. трактовать эту позицию, не трактовать эту позицию. В любом случае я всегда у клиентов интересуюсь, хотите ли вы это знать. То есть нужно ли мне вам об этом говорить и рассказывать. Потому что есть люди, которые об этом знать не хотят, ни при каких условиях. А есть люди, для которых это нормальное явление, что там, смерть, все мы смертны, да, расскажите, конечно. Вот, так что тут вот эту позицию прошу всегда уточнять у клиента, хочет ли он ее озвучивать. Поехали дальше. Так, девятая позиция этого расклада соответствует карте букет. Букет это романтичность человека, насколько он вообще вот романтик, да, потому что есть люди очень романтичные, ну, очень романтичные, которые порхают, как бабочка с цветка на цветок, при этом любят красиво ухаживать, говорить красивые слова, петь дифирамбы, то есть человек, ну, расцветает буквально, когда вот идет период у него ухаживаний, влюбленности, свиданий, в общем, вот такого конфетно-буфетного буфетного, да, периода жизни, точнее, периода отношений в жизни, то есть по этой позиции мы смотрим, насколько вот он такой романтик, насколько он любвеобилен, да, но любвеобилен именно вот в том понимании, в котором мы говорим о романтических отношениях, а не о любви в целом. Дальше, десятая позиция, это карта коса, коса это у нас резкие изменения в жизни, ну, очень крутые перемены, плюс это всякого рода оперативные вмешательства. вот здесь тоже очень внимательно смотрим, какая карта выпала в этом доме, в этой позиции расклада, и оцениваем, насколько травматичная вообще может быть ситуация в жизни человека, если у него может быть там какие-то операции, да, или травмы может быть, или какие-то внезапные неожиданные перемены в судьбе, резкие такие, да, бывает, что человек всю жизнь живет ровной размеренной жизнью, да, и у него ничего, никаких резких перемен не происходит, ну, там, родился, женился, умер, да, а бывает так, что человек там всю жизнь был богатый, да, и жил так, думал, что бога за бороду ухватил, а в какой-то прекрасный, точнее, не очень прекрасный момент его жизнь может резко измениться, он может резко поменять все свое, потерять все свое состояние и оказаться бомжом на улице, да, вот такие моменты тоже проходят именно по этому дому, по десятому, поэтому тоже внимательно обращаем внимание, внимательно рассматриваем эту карту, которая попала в этот дом. Следующая карта, одиннадцатая, это карта дома метлы. Метла это способность человека отстаивать свою позицию, отстаивать свою точку зрения, вступать всякого рода дискуссии, разговоры, вплоть до 40 конфликтов. То есть в этой позиции мы смотрим, есть ли у человека способность к языкам, иностранным имеется в виду, есть ли у человека способность отстаивать свою позицию, свою точку зрения дипломатично, или же он переходит в спор и ссоры вплоть до конфликтов, а то и рукоприкладства. И смотрим, насколько вообще конфликтная судьбе у него ситуация. Понятно, да, с этой карты? Едем дальше, дальше мы видим карту двенадцатую, это карта сов. совы, такой вот тоже символ интересный в раскладах Ленорман. Он обычно говорит о каких-то партнерских отношениях, но имеются в виду партнерские отношения напряженные. И еще эта карта показывает старость. также это философский взгляд на жизнь, умение вести переговоры, договариваться. То есть если в одиннадцатой карте мы отстаиваем свою точку зрения, вплоть до споров, то в двенадцатой карте мы способны договариваться. Но опять-таки договоры вот эти идут, точнее переговоры вот эти могут быть достаточно напряженные. А также в этой позиции мы можем увидеть насколько человек склонен к колебаниям перед принятием какого-то решения. Потому что есть люди молниеносно принимающие решения. Сказал как отрезал, даже не успел подумать. Импульсивный толчок ведет к тому, что человек принимает решение. А бывают люди, которые раскачиваются, раскачиваются. Ой, ну что же мне делать? Там пойти или налево или направо. Вот не знаю. И долго вот так раскачиваются, колебаются. Все это будет видно по карте, которая выпала в 12 позиции расклада. Дальше у нас идет 13 позиция. 13 позиция это карта ребенок. И соответственно эта позиция нам укажет на то, как человек относится к своим детям. Точнее даже не к своим детям, а к детям вообще. И заодно к подчиненным. Но в этой позиции мы также можем увидеть, будут ли у него дети, или есть ли у него дети. Если да, то сколько. Ну вот насчет какого пола. Если ребенок один, то там более-менее будет понятна ситуация. если ребенок не один, а несколько, то смотрим карты, которые выпали вокруг 13 позиции. Понятно? И там уже делаем выводы о том, какого пола будут дети. Ну, о том, какие карты выпали вокруг, мы разговаривать с вами не будем, потому что для тех людей, кто прослушал весь курс большого расклада Ленорман, профессиональный уровень, будет понятно, какие методы можно использовать для извлечения более объемной информации из этого расклада. Понятно? Кто еще не прослушал этот курс, приобретайте. это будет весьма полезно, поверьте мне. Что ж, идем дальше. Дальше у нас 14 карта, карта Лисы, и эта позиция расклада говорит нам о карьере человека, о его способности к хитрости, к лжи, к обману и предприимчивости. То есть вот эта карта больше говорит о способности плести интриги, заметать следы, а это как ничто иное помогает обычно в карьер, в карьере и в таких вот росте, в карьерном росте. Вот. Также карта в этой позиции может указывать на профессию, на профессиональные моменты в судьбе человека. Далее идет пятнадцатая карта, а пятнадцатая карта соответствует карте медведь, а медведь это сила и влияние, это власть. Поэтому по этой карте мы можем судить на том, как к человеку в его судьбе относятся начальства и власть имущие. И способен ли сам кверент стать начальником, влиятельным человеком, солидным, да, насколько он способен оказывать влияние на других людей и подчинять их себе своей воли. Далее идет шестнадцатая карта, шестнадцатая позиция расклада, карта звезды. И в этой позиции мы говорим о надежде, о надеждах, мечтах, планах, перспективах человека. В общем, здесь мы можем увидеть, о чем человек мечтает. А также мы можем увидеть, насколько склонны к нему небеса. То есть, благосклонны к нему звезды. Есть ли у него поддержка высших сил. Дальше смотрим семнадцатую позицию расклада. Эта позиция соответствует карте Аист. Аист обычно несет перемены в судьбе, но в отличие от десятой позиции, где речь идет о резких переломных моментах в жизни. Аист все-таки несет перемены более естественного характера. Это могут быть перемены места жительства, вплоть до эмиграции, вплоть до смены места жительства, имеется в виду страны. Это способность менять место работы. А также по этой карте можно смотреть и способность к деторождению человека, которому мы совершаем гадание, поскольку Аист обычно приносит детей. И по карте, выбавшей в этой позиции, мы можем еще предполагать, насколько человек способен к деторождению. способен ли он ухаживать за своей семьей, за своим потомством. И насколько он к старшему поколению, допустим, к родителям стареньким или бабушкам, дедушкам, насколько хорошо или плохо он относится. Дальше идет 18-я карта. Это карта собака. А собака это верность, преданность и друзья, а также отношения с коллегами по работе, по службе. Ну, соответственно, мы здесь делаем выводы о том, способен ли человек дружить, насколько он верный друг, есть ли в его окружении верные друзья, и как он относится к своим коллегам по работе. 19-я карта. Это карта башня, и эта позиция в раскладе говорит о достижении успехов. Но речь идет об успехах, но речь идет об успехах именно вот в казенных делах. Это могут быть казенные дела, связанные с работой, или, допустим, дела, связанные с всякого рода учреждениями государственного типа. а здесь могут быть проблемы с ГАИ, с милицией, полицией, с юридической службой какой-то, с судами. По этой позиции в раскладе еще может проходить и тюремное заключение. То есть здесь мы рассматриваем казенный дом, другими словами. также эта карта может показать насколько человек вообще долгожитель. То есть насколько долгой может быть его жизнь. Двадцатая карта это карта сад. И здесь мы можем судить о человеке как о элементе социальном. То есть это отражение его светской жизни, так скажем, его социализации в обществе. Чувствует ли он себя среди других людей как рыба в воде или же он чувствует себя изгоем и изолированным человеком. отгораживается он от других людей или наоборот любит быть в центре внимания. Часто ли меняется его окружение в его судьбе или вот он как начал дружить в школьные годы с какими-то друзьями и так до самой старости до пенсии они дружат. Все эти моменты будут отражены в двадцатой позиции расклада. А дальше у нас идет двадцать первая позиция это карта гора и здесь проходят все ситуации жизни которые связаны с заграницей а также с проблемами и препятствиями на пути человека к достижению его каких-то высоких целей и идеалов. То есть насколько тернист его путь к достижению тех надежд о которых нам рассказывают звезды в шестнадцатой позиции. Понятно, да? Поехали дальше а дальше у нас развилка 22 позиция расклада 22 карта Ленорман это развилка а развилка это принятие решения насколько человек способен принимать решения будут ли в его жизни любовные треугольники будет ли у него вообще в жизни это выбор какой-то потому что смотрите в судьбах некоторых людей есть право выбора своего пути в то время как в судьбах других людей такого права выбора нет то есть все предопределено и очень жестко предопределено то есть нет вот такой какой-то свободы решать как человек может прожить свою жизнь и по какому пути идти по там я не знаю по правому или левому да вот то есть все вот такие моменты которые связаны с выбором своего жизненного пути они вот по 22 карте проходят 23 карта соответствует карте крысы системе ленорман в оракуле ленорман а карта крысы показывает насколько вообще хлопотная жизнь насколько она суетливая есть ли какие-то страхи и мелкие мелочные проблемы также здесь можно увидеть насколько человек жаден и экономим 24 позиция расклада это карта сердца и здесь мы видим все моменты связанные с любовью человека которому мы гадаем насколько он влюбчивый человек есть ли в его жизни одна большая и светлая любовь или с любовью у человека связаны не самые лучшие моменты жизни и какие-то разочарования то есть другими словами насколько он счастлив в любви или насколько он в ней несчастлив вот так 25 карта а ну еще насчет 24 карты здесь сердечно-сосудистая система также отражается поэтому если мы смотрим еще и здоровье в этом раскладе то все что касается непосредственно сердца как органа тоже может отразиться именно в этой позиции так дальше у нас 25 карта 25 карта это кольцо и это естественно браки человека тут могут отражаться как гражданские браки так и официальные браки может быть видно само отношение к браку человека и насколько этот брак вообще у него если есть то насколько он счастливый и удачный или насколько наоборот неудачный разводы тоже здесь могут быть видны вот но опять таки это уже с помощью продвинутых техник анализа можно увидеть дальше у нас карта 26 это книга а по книге у нас проходит образование насколько человек любит учиться насколько он образован насколько он любит познавать читать и смотрите еще такой момент иногда бывает человек очень умный грамотный и начитанный но без образования а бывает наоборот человек с высшим образованием но тяжелее там я не знаю программки телевидения он в руках за день ничего не держит в том плане что не читает ничего кроме телевизионной программы передач и максимум там я не знаю разглядывает в картинке в журналах да вот бывает и такое дальше смотрим карту 27 это карта письмо письмо у нас отвечает за письменную речь человека вот смотрите если вторая карта карта клевера отвечает за устную речь 11 карта отвечает за способность к иностранным языкам и экспрессивность речи и высказываний то 27 карта указывает на письменную речь человека вот бывает так что устная речь не очень ну вот как у меня да я то запинаюсь то там я не знаю какие-то выражения непонятные окончания придумываю там или еще что-нибудь в этом духе там экою бэкою и так далее где-то гэкою а это кого-то раздражает при прослушивании вот то письменная речь у меня совершенно другая поэтому я вот с клиентами больше люблю общаться в письменном виде и высылаю отчеты по раскладам как правило именно в письменном виде а не в устном разговоре да потому что там у меня более красиво это все получается кроме того это конечно же всякого рода новости как человек относится к новостям к известиям насколько он связан с какими-то документами бумагами и особенно с официальными какими-то документами и бумагами то есть здесь мы можем увидеть что допустим человек работает в основном там я не знаю бухгалтером или клерком каким-нибудь в офисе да и перекладывает бумажки из стопки в стопку или пишет какие-то письма заклеивает их в конверты и рассылает и так далее понимаете вот такие моменты да видно по этой позиции расклада подписывает ли он какие-то документы или вот допустим делаем расклад для женщины и в этой позиции выпала змея у нее да ну здесь даже можно предположить что женщина увлекается гаданием на картах потому что письмо как мелкий предмет бумажный да может означать еще и вот карты то есть там нюансов очень много опять-таки все зависит от того какая карта попала в эту позицию и какое окружение эта карта имеет и так далее и так далее не будем сейчас останавливаться на этом это не есть предмет нашего разговора на данный момент далее мы смотрим двадцать восьмую карту двадцать восьмая карта если мы гадаем для женщины то это карта ее второй половины здесь мы можем описать внешность этого человека может быть его работу может быть мы сможем увидеть какие-то еще моменты касающиеся партнера по жизни человека для которого мы совершаем гадания и тому подобные вещи но если мы гадаем для мужчины то эта карта описывает его эго его ядро личности да то есть если первые четыре карты нам показывали как он взаимодействует с другими людьми то двадцать восьмая карта покажет какой он есть на самом деле ну соответственно двадцать девятая карта это карта женщины и соответственно если мы гадаем для мужчины то это карта его жены там любимой женщины его половинки то есть партнерши по отношениям по жизни да здесь мы можем увидеть ее качество как личности но если мы гадаем на женщину то соответственно ее ядро личности мы здесь увидим какая она на самом деле следующая карта тридцатая это карта лилии вот очень неоднозначный символ конечно же и может показывать совершенно разные вещи при этом смотрите первое значение которое бросается в глаза и должно прийти на ум при анализе карты выпавшей в этой позиции это благородство человека о котором идет речь в раскладе насколько он благороден да потому что есть вот люди как будто родившиеся аристократами хотя казалось бы да родились в семье рабочих и крестьян и никаких аристократов в роду не было да но вот по сути человек вот какой-то такой аристократический благородный да вот так вот хорошо себя несет умеет держать вилку с ножиком и пользоваться приборами в ресторанах да и там правила этикета соблюдать и ему это все очень нравится он как вот ну вот родился таким человеком и тресни да бывает так что и родился в аристократической семье ведет себя как свинья да и элементарного элементарных правил приличия не соблюдает вот то есть здесь мы можем увидеть насколько человек благороден насколько он вот умеет себя как-то знаете так высоко нести так же эта позиция покажет насколько гармонична эта личность сама по себе и насколько гармонична его интимная жизнь сексуальная но смотрите какая ситуация если для мужчины сексуальность больше проявляется по седьмой позиции расклада то по тридцатой эта сексуальность больше отражается для женщины поскольку лилия является символом именно женственности да вот женских половых органов и поэтому очень плохо когда в этой позиции выпадают негативные карты такие как коса гроб гора и башня ну там некоторые другие карты я сейчас все перечислять не буду так поехали дальше дальше у нас карта солнца это тридцатая позиция тридцать первая позиция расклада и солнце у нас отвечает для и солнце у нас отвечает за ощущение счастья жизни здесь мы можем увидеть насколько человек счастлив своей судьбе или несчастлив смотря какая карта здесь выпала также эта карта говорит об успешности человека в целом его энергичности и способности привлекать к себе внимание быть вот таким вот гвоздем программы быть в центре всего общего интереса в общем здесь чем лучше карта тем лучше судьба человека идем дальше это тридцать вторая карта тридцать вторая позиция расклада соответствует карте луна и вот смотрите если солнце это вот янская позиция да счастье это вот экстраверность человека и способность достигать успеха и ну скажем так проявлять какое-то творчество в жизни то луна наоборот она как бы более такую пассивную характеристику имеет она относится к материнской линии родственников в то время как солнце относится к отцовской линии да то есть солнце это отцовство а луна это материнство вот соответственно луна больше показывает какие-то такие вот душевные переживания и ну как бы еще так сказать солнце это сознание человека а луна это его подсознание бессознательно соответственно вот такие вот все вещи тоже можно просматривать по вот этим двум картам ну я уже сказала да что это вот идут родственники по женской линии особенно это идет материнство по 32 карте по 32 карте идет пассивность и бессознательное душевные переживания душевная вот такая вот знаете лоббильность переменчивость а также известность родина и традиции тоже проходят по вот этой 32 карте ну тут уже нужно опять-таки обращать внимание на то какая карта здесь выпала и уже там по окружениям по цепочкам и всяким остальным продвинутым техникам анализа большого расклада делать выводы по карте которая здесь лежит ну и наконец последние 4 карты так называемые карты судьбы здесь здесь мы рассматриваем их немножечко отдельно 33 карта и 36 карта считаются кармическими картами причем 33 карта которая соответствует карте ключ это именно карма в то время как 36 карта которая соответствует карте крест это вот больше как сама судьба и рок неизбежные кроме того 33 карта это способность быстр это способность каким-то открытием в жизни способность брать инициативу в свои руки делать выводы и водворять свои решения которые были приняты в жизнь то есть применять на деле свои интеллектуальные способности вот так скажем да 34 карта соответствует карте рыбы и отвечает за материальную и финансовую сферу в судьбе человека то есть насколько человек богат как он относится к деньгам все что касается вот этой сферы движимого имущества это отражается в 34 карте то время как в 4 карте отражаются вопросы недвижимого имущества понятно ну и 35 карта соответствует карте якорь якорь у нас отвечает за то насколько человек консервативен надежен стабилен в этой жизни или он все таки перекати поле потому что судьбы у людей разные бывают да один человек где родился там и пригодился а другой человек всю жизнь ищет себя ищет свое призвание меняет профессии как перчатки да и меняет место жительства страны семьи и тому подобное то есть долго нигде не задерживается ну и вот такие моменты будут видны по 35 карте также 35 карта отвечает за профессию человека за его работу за его способность трудиться то есть если у нас леса говорит о карьерных делах о всякого рода таких вот способностях провернуть какой-то дельце да предприимчивость то вот именно 35 карта говорит о вот такой знаете трудоспособности человека трудиться прилагать усилия там как-то вот знаете так укореняться в этой жизни ну а что касается 36 карта я уже сказала это роковые обстоятельства в судьбе неизменные непредотвращенные и это место то есть карта крест это карта испытаний судьбе то есть здесь мы можем увидеть какие испытания судьба уготовила человеку на его жизненном пути что ж вот по такой схеме мы анализируем большой расклад в качестве расклада на судьбу те кто уже приобрел курс БРЛ профи уровень со всеми бонусами тот уже знает что можно делать дальше после вот такого вот анализа расклада на судьбу какие еще можно получить знания применяя продвинутые техники анализа расклада что ж на этом все кто не еще не приобрел этот курс рекомендую весьма потому что он вам поможет использовать большой расклад ненормал на полную катушку что ж на этом все до новых встреч пока до новых до новых до новых до новых Продолжение следует...